Прослойка номер следующая от французского к нижегородскому. Глава Толудот. О Гильоме, здесь нынче тонкаков, на съездах на больших по праздникам приходским, господствует еще смешение языков французского с нижегородским. Эта бессмертная фраза Александра Сергеевича Грибоедова как нельзя лучше отражает еврейское произношение как в современном Израиле и Америке, так по большому счету и во всем еврейском мире уже за последние несколько сот лет. Некоторые из нас, такие как ашкенадский, бухарский, иранский евреи, часто произносят букву О во многих словах, как шаббот, гадол, в то время как израильтяне, сефардские евреи, произносят ее как букву А, шаббат, гадол. Произношение ашкенадских евреев, бухарских евреев может быть сравнимо с нижегородским произношением в России. Хорошо. В то время как произношение сефардских евреев является неким подобием московского Аканья. Хорошо. Как, наверное, стало понятно, речь пойдет о огласовке, называемой камац, изображаемой такой вот маленькой буквой, напоминающей букву Т русскую. Сегодня мы постараемся заглянуть в средневековые древности, пытаемся узнать, как произносили этот камац или комац предки современных ашкенадских евреев. Около тысячи лет назад. Итак, год 1100. Франция. Провинция Шампань. Город Ремирю. Здесь, в семье великого Раши, у его дочери Йохевит, ее супруга Мейра, рождается третий сын, Яков, которому суждено стать одним из величайших еврейских комментаторов и законодателей. Еще при его жизни, за его искренность, мудрость, честность, совершенно бескорыстное служение Всевышнему, еврейские общины начали называть его не Робейну Яков, наш учитель Яков, а Робейну Там. На основе строчки Торы, которая говорит в главе Тулудо, книга Баришит, в Яков Иштам, Йошефа Халим Ияков, человек искренний, совершенный, сидящий в шатрах, шатрах изучения Торы. Таким образом, Робейну Яков стал Робейну Тамом в еврейской традиции. Однако, обратите внимание на слово Там, она пишется согласовкой Комац. Нету ни одной ашкенатской общины в современности, которая произнесла это слово Там. Любой ашкенатский еврей произнесет это Иштом, но при этом нету ни одной ашкенатской общины, которая бы произнесла имя великого еврейского законодателя, как Робейну Там. Все это говорит нам о том, извините за совпадение слов, о том, что во времена около тысячи лет назад приездки ашкенатских евреев, проживающие в долине Рейна, в Шампании, в Восточной Франции, Западной Германии, произносили Комац как А, да и не только в то время, а скорее всего, довольно, наверное, какое-то серьезное время после этого тоже, потому что такое имя у великого Равина, такое прозвище должно было сохраниться в еврейской традиции очень твердо, что никто до сегодняшнего дня не называет его Робейну Том. Вот таким вот маленьким приоткрытием завесы древности мы довольно с большей уверенностью можем предположить, что предки ашкенатских евреев произносили Комац так же, как сефардские евреи произносили его как А. Шаббат, шалом, всего хорошего, с вами был Барух Юабов.